Приветствую вас. Я бы сказал, что у вас невроз. Почему? Потому что есть грусть, есть обида, в том числе на мать. Есть какие-то негативные переживания, есть даже сопротивление относительно того, что вам говорят делать, как вам лечиться и так далее. Вот. Я думаю, что у вас невроз. Но на самом деле не все так просто. Дело в том, что невроз, то есть подавление своих желаний вполне себе легко может перетечь в депрессию. У депрессивного состояния есть несколько определений. В частности, мне очень нравится определение депрессивного состояния как, собственно говоря, запрет себе на проживание эмоций, запрет себе на проживание чувств, запрет себе на реализацию каких-то своих желаний. Вот. Все те эмоции, которые описали вы, они больше похожи на поверхностные, они больше похожи на маскировочные. Тогда как важные эмоции, важные чувства вы, ну, на мой взгляд, склонны скрывать, на мой взгляд, вы склонны скрывать эти эмоции, вот, которые для вас являются истинными. И именно их вы стараетесь запрятать как можно глубже. Громе того, травмирующие события, которые в вашей жизни произошли, они, опять же, повлияли на вас так, что вы, ну, вот, почувствовали запрет на что-то. То есть, раньше я могла, как бы, говорите вы, раньше я могла, а теперь я не могу делать то, что хочется, то, что мне интересно, то, что мне нужно и так далее. Вот. Поэтому я полагаю, что у вас действительно невроз. Депрессия это скорее, когда ничего не хочется и когда идет полное подавление. Но при этом, при этом у вас вполне может быть так, что сам невроз, сам невроз может быть отягощен депрессивным состоянием. Ну, просто потому что, да, просто потому что он у вас имеет место быть. Я имею ввиду подавление своих желаний каких-то. И что такое вообще невроз? Что такое невроз? Невроз это, по сути, внутренний конфликт. Это определенный внутренний конфликт, который возникает у человека, как бы, в ответ на какие-то вещи, события, происшествия и так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот что такое невроз. То есть, по сути, невроз это когда человек эмоции по отношению к чему-то внешнему обращает на самого себя. Вот что такое, по сути дела, невроз. И это именно то, что вы, собственно говоря, и делаете, верно? То есть, вы занимаетесь как раз таки тем, что обращаете свои негативные эмоции на себя. Вплоть до того, что пытаетесь себя убить. То есть, это, значит, следствие аутоагрессии. Это следствие аутоагрессии. Так, эээ, можно же, можно же сделать так, что вот эта агрессия, которая у вас имеет место быть, да? Аутоагрессия, она просто-напросто будет, грубо говоря, направлена на что-то другое, она будет направлена на кого-то другого. Ваша, как раз таки, аутоагрессия и вам же, вам же, самой будет легче в этой ситуации. Я не могу сказать, вот честно, я не могу сказать, эээ, сколько времени понадобится для того, чтобы вам помочь. У каждого человека это в общем и целом происходит по-разному, да? То есть, в зависимости от сопротивления, да? Вот. Но я полагаю, что, вот сколько вам сказали год лечения? Так, так, щас, щас, найду. Так, год надо лечиться. Я не могу сказать, что год надо лечиться, может быть и меньше, вот. Ещё раз повторю, в зависимости от того, эээ, как у вас, эээ, будут продвигаться дела. Вот. Ну, полагаю, гораздо меньше, гораздо меньше, вот. Кроме того, эээ, самая травмирующая ситуация, которая с вами произошла, эээ, очень важно обратить, опять же, ээээ, поймите правильно, очень важно обратить именно не на себя, как это вот ээээ, сейчас у вас происходит. Что вы на себя обратили вот эти все эмоции. Свои, свои. А на, эээ, что-то вовне. И средств, на самом деле, для этого достаточно много, то есть существует и возрастная регрессия, существует и ээээ, так называемая проработка, ээээ, то есть повторное, повторное проживание с эээээ, ну, с дополненным, так скажем, ээээ, контекстом. Вот. Ну, это, конечно, зависит от вас, да, то есть, например, мои услуги стоят 850 рублей в час, вот, соответственно, если в неделю, да, то это, посчитайте сами в неделю и там несколько месяцев, ну, вам по-любому будет меньше, по-любому будет дешевле, на мой взгляд, вот, значит, ну, что еще сказать, а повторяются ли такие случаи, если не лечиться, не лечиться, повторяются, конечно, дело в том, что эмоции ваши, они ведь никуда не деваются, те, которые вы подавляете, по крайней мере, они ведь никуда не уходят, правильно, эмоции ваши, вот, и, соответственно, если эмоции никуда не уходят, то они же, в общем и целом, требуют выхода, эти эмоции, и если эмоции требуют выхода, то, вот, соответственно, и возникает такая вот проблема, что, если для вас, вот, единственный способ выразить свои чувства, это, допустим, допустим, глотаться таблеток, да, и другого способа вы не видите, то, да, ситуация может повториться, конечно, ситуация может повториться, безусловно. Отдельным пунктом, совершенно отдельным пунктом идет то, что вы, значит, ну, обижены на свою магу, вот это вот идет отдельным пунктом, потому что детско-родительские отношения всегда являются, ну, очень травмирующими и очень, в общем и целом, тяжелыми для человека, вот. Я полагаю, что обиды на маму, которые у вас, обиды на маму, которые у вас есть, их тоже нужно обязательно разобрать, потому что мешает вам это, определенно мешает вам это жить, мешает вам получать удовольствие от жизни, вот, и вы, собственно, не можете, там, просить маме какие-то вещи, это первое, и второе, из-за этого вы снимаете ответственность себя за очень важный момент, к которому имеете отношение на самом деле только вы. А я вам дальше зачитаю этот момент, который показывает, как вы, значит, снимаете с себя ответственность и переносите ее на маму. Тем самым, тем самым, по факту, вы освобождаете себя от нее и обвиняете свою маму во всех ваших несчастьях, а себя жалеете. И жалея себя, к сожалению, жалеете себя, к сожалению, да, деструктивно влияете на свое дальнейшее поведение. Итак, значит, вот сейчас, смотрю с тех пор, тогда не разговариваю, ведь из-за нее могло произойти тогда все что угодно, будь у меня таблетки посерьезнее, а я не разбиралась, что, значит, пила тогда, а ей плевать на это. Вот. То есть вот здесь момент именно тот, о котором я говорю. То есть это из-за нее, из-за мамы у вас возникла такая ситуация, из-за мамы возникла такая проблема. Ну, по вашему мнению, по крайней мере. Вот. В действительности, это, конечно же, не так, потому что не маме дело, да, в данном-то случае конкретном, а вас, скорее, и вот то, что вы предъявляете, скажем так, претензии своей мамы и маме, и снимаете ответственность с себя, а это и говорит о том, что у вас на маме есть обиды, и маму вы используете как такой, своего рода, громадвод. Вот. Ну, в действительности, это, конечно, далеко не самый лучший расклад, потому что мама мамой, но жизнь все-таки ваша, и вы живете не мамой. Вот. И я полагаю, что говорить вот именно в таком ключе, что это вот мама, и что из-за мамы я так вот с собой поступил, ну, это в некоторой степени инфантильное поведение, да, то есть не взрослое поведение, и, на мой взгляд, оно, ну, ничего не влечет за собой, кроме только постоянной разочарованной, потому что вот если вы говорите, что маме всегда, всегда было на вас плевать, да, ну, вот всегда ей было плевать на вас. Так, а почему тогда вы решили, что вот ей всегда было на вас плевать, а вот сейчас, вдруг, ей почему-то перестанут на вас плевать? Согласитесь, ну, довольно такая позиция, странная, я бы сказал, позиция. Как бы вы не поступали так, как поступаете, только потому что маме плевать, и вы знаете, что ей плевать, вот. Я не утверждаю этого прямо наверняка, да, но мне кажется, что это вполне себе может быть, ну, вот, такая ситуация, такая позиция и такая ваша модель поведения, вот. То есть, здесь вот, понимаете, какая история, да, с одной стороны, то, что касается травмирующих ситуаций, а с другой стороны, то, что касается непосредственно того, что имеет отношение к вашим проблемам, значит, с мамой, вот. И, по сути дела, если маме на вас плевать, то вы пытаетесь постоянно привлечь внимание своей мамы именно таким образом, потому что других способов у вас нет. либо вы чувствуете какой-то посыл от неё негативный в том ключе, что вы должны там умереть, ну, например. То есть, это, вот, частое достаточно явление в терапии сценариев, когда отношения не ладятся с родителями, вот. Ага. И человек думает о самоубийстве просто потому, что, как бы, ну а что, маме я не нужен, да, никому я не нужен, и для чего, для чего я, собственно говоря, живу, зачем я живу. Вот. Понятно, что вы, может быть, никогда и не признаетесь в том, что всё дело, вот, именно, допустим, в той же маме, да. Ну вот. Но этого от вас и не нужно. Но важно понимать, что эти два основных момента. Первое – раскрытие неврозов. Второе – это проработка детско-родительских отношений. Вот. Это, вот, основные и очень важные моменты, которые вам, в любом случае, обязательно нужно проработать. Сколько это времени займёт, ну, я не знаю, да. То есть, моё предположение, ну, вообще, конечно, в зависимости от того, сколько вам лет, да, то есть, вы не пишете здесь, сколько вам лет, а вот, ну, пару месяцев точно, точно. Это не год, пару месяцев, потом, может быть, перерыв, перерыв, потом, может быть, ещё пару месяцев. Так, ну, помимо, ну, по мере, так скажем, появления у вас средств, если у вас проблемы со средствами, потому что 40 тысяч рублей, вот, это для психотерапии, ну, не такая большая сумма, надо сказать. Вот. Из этого я делаю вывод, что с финансами у вас может быть проблема. Вот. И опять же, и опять же, у вас, у вас есть игра. То есть, смотрите, вот, вы говорите, да, что, да, и мать сказала, из тебя сделают овощ или зависимую пациентку. И с матерью с тех пор не общаются, пишете вы. Значит, это что получается, а вы со своей мамой как бы советуетесь, и она как бы даёт вам, ну, рекомендации какие-то, да, по поводу того, ну, своё мнение высказывает, короче говоря. Вы, прислушившись к её мнению, ну, потому что вы же не продолжили лечение у психотерапевтов, тем не менее обвинили свою маму в том, что она не заботится о вас. Здесь вы достаточно тонко так лукавите в плане того, что играете в игру, попался сукин сын. Вот, об игре можете почитать в интернете, там это, ну, есть, там есть информация вся об этом, об игре, об игре. Вот, почитайте, обязательно почитайте. Вот это, мне кажется, для вас очень-очень важный момент. Вот, значит, это такой аспект. Второй, ещё один аспект. Вы говорите, значит, так, я пытался мыслить, значит, позитивно. Но, к примеру, малейший, грубый том продавца меня обгоняет опять в это же состояние грусти, обиды и несправедливости и озлобленности. А, знаете, какая история? Там это конфликт есть. Вот. А, это же конфликт. И конфликт. И конфликт, конфликт, он в некоторой степени не разрешён. Поэтому мысли позитивно, вы, по сути, встаёте на путь подавления себя. Поэтому позитивное мышление не то, что здесь поможет. Наоборот. Нужно позволить себе дойти до точки. То есть выразить эти мысли до конца. Выразить эти негативные эмоции до конца. Вот. Вот. Это то, что реально нужно и можно сделать вам. Понимаете? А не мыслить позитивно. Ну, или, или, иными словами, значит, избегая своих чувств. Вот. Так, я полагаю, что с позитивным мышлением здесь это не то. Абсолютно. Что вам могло бы помочь. Дальше. Так, я всегда был ранимым человеком, но сейчас где-то полгода уже меня всё ранит ещё сильней. А ранимость, чувствительность, это, соответственно, неуверенность в себе. Кстати говоря, по поводу несправедливости я бы здесь, наверное, заметил бы ещё так, что по, по другому определению депрессии, она представляет собой влияние на человека определённых негативных установок. И именно вот негативные установки у вас, такие, например, как вот вы пишите, значит, что несправедливость, что, там, людям хорошим и каким-то ещё, что жить, значит, тяжело, что эти люди, они, в общем, несчастные и так далее. Вот. Это вот и есть негативные установки. Такие, знаете, вот, как раз-таки глубинные, глубинные негативные установки. Это может быть, как раз-таки может быть уже проявление депрессии. Вот. Это может быть проявлением депрессии. Ну, понятно, что проявление депрессивного состояния здесь, да, это не является как бы первичным. То есть здесь у вас первично именно невротическое состояние, а уже на его фоне развилась депрессия, потому что вы не, ну, не можете, не видите, не чувствуете, как бы вы могли разрешить свой конфликт. Вот. Полагаю, что может быть ещё у вас имеет место быть экзиэссенциальный кризис. Вот. Вот. То есть кризис экзистенции, когда человек теряет смысл, смысл своей жизни. Вот. Может быть у вас кризис экзистенции был всегда, он никогда не проходил, вот. Ну, экзистенциальный, экзистенциальный кризис. А это, понятное дело, дело неизвестно. Да? То есть, ну, это нужно разбирать. С вами. Вот. Но, опять же, это работа, понимаете, это работа. Но, пока я могу сказать только вот так, что если ничего не делать, если ничего не предпринимать, то ситуация может повториться. Может быть не так, может быть по-другому немножко, может быть иначе как-то. Вот. Но повториться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И я желаю вам всего самого доброго и удачи.